Паркуясь во дворе, нужно быть особенно бдительным. В этом уверена героиня нашего следующего материала. Капканом для ее автомобиля стало запирающее устройство. Жилищники напоминают, самовольно устанавливать их противозаконно дело может дойти и до суда. И такие случаи в нашем городе были. Адрес индустриальная 73 Ирина запомнит надолго. Совершая разворот возле газона, Ирина попала в ДТП. Причем второй участник аварии – самовольно установленное запирающее устройство. Вышел сосед, я так понимаю, человека, который установил этот предмет. И, соответственно, сказал, что уже много раз ему говорили, что это не запланировано, то есть это незаконно устанавливать. И, соответственно, ждем гаишников, чтобы узнать, как это законно или незаконно. Владелец данного устройства на месте ДТП так и не появился. Инспекторы ГИБДД составили протокол. С места происшествия Ирина смогла уехать с помощью мужской силы и домкратов. Ну, это единственное место, где стоит такое заграждение. А остальные ставят, так заезжают. Хотя вот раньше, когда при социализме было, когда ты заехал на газон, тебя уже штрафовали. А сейчас никому не делают. Ни ГАИ, никому. Установка такого устройства по закону ничто иное, как самоуправство. За него грозит штраф от 100 до 500 рублей. В 2014 году в Северодвинском суде рассматривалась похожая ситуация. Владелец незаконно установленного запирающего устройства был оштрафован. Забронировать парковочные места можно официальным путем. Расположение гостевых парковок, если жители считают необходимым, чтобы в этом конкретном месте была расположена гостевая парковка, должно решаться на общем собрании собственников. И только общее собрание собственников может принять решение об устройстве на придомой территории гостевой парковки. С начала года СМУБ ЖКХ ликвидировало два незаконных парковочных места. В прошлом – 102. Мы выявляем, кто собственник, кто установил, даем предписание, после этого демонтируем, если в указанный срок его собственник не демонтировал. На сегодняшний день управляющие компании насчитали около ста незаконно установленных запирающих устройств. Водители призывают, если не демонтируют самостоятельно, отправят тяжелую технику. Ольга Савинова, Семен Сумигулин, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска.